Всем доброго времени суток! Перед просмотром данного видео рекомендуется ознакомиться с обзором на первую часть. Ссылка в описании. Второй Alien Shooter вышел в 2006 году и несмотря на то, что по сравнению с родителем, оброс сюжетом и ролевой системой, он сохранил все то, что нас привлекло в первой части. Однако в 2008 году выходит Alien Shooter Перезагрузка, версия игры созданная специально для продажи через интернет. Из проекта вырезали озвучку, поэтому его вес серьезно уменьшился, что позволило скачивать игру во много раз быстрее. Впоследствии, конечно, озвучку вернули. Также из изменений можно было выделить появление двух новых уровней и упрощение ролевой системы, откуда просто вырезали возможность прокачки оружия и брони, кое-что распределив на другие навыки. В своем обзоре я как раз и буду рассматривать перезагрузку, из-за того, что она в стиме и продается, но временами буду проводить параллель с первой версией, для общего, так сказать, ознакомления. Сюжет второй части на что-то шедевральное, конечно, не тянет, но по сравнению с первой игрой возвысился многократно. На очередной исследовательской базе произошло ЧП, там по каким-то причинам объявились наши давние друзья, пришельцы, которые, как мы помним, с пришельцами, к которым мы привыкли, ничего общего не имеют, ведь они просто эксперимент. На место происшествия приезжает наш герой, которого наняла корпорация Магма, что желает разобраться в произошедшем, но наш наемник вроде как лучший из лучших в подобных делах. Но на этот раз действовать мы будем не в гордом одиночестве, ведь на объекте уже находится спецподразделение, ну а герой прикреплен ему в помощь. Хотя мы-то с вами знаем, от кого будет зависеть удачный исход операции. В начале создаем персонажа, где необходимо определиться со спецспособностью героя, то есть чем он отличается от простых смертных. И это может быть или регенерация, или этакий вампиризм, а может мы хотим находить больше денег, или вообще видеть секреты. Далее подойдет очередь определиться с самим персонажем, которых тут несколько, и у каждого свои показатели характеристик. То есть кто-то более метко стреляет, кто-то быстрее бегает, плюс ко всему у нас есть 3 спецбала, что помогут поднять какие-то характеристики на 30 единиц, по 10 за 1 балл. Кого выбирать, опять же ответ за вами. Всеми героями возможно пройти игру, в принципе затратив одинаковое количество усилий. Ведь все равно со временем при прокачке их характеристики возможно изменить в нужную для нас сторону. Тут же скажу, что в оригинале, насколько я помню, каждый из героев обладал своим спецнавыком, и не было возможности его выбрать самому. И вот уже в этом случае мы как раз таки отталкивались от того, какая способность нам важнее. Ну и из-за того, что были дополнительные навыки, связанные с оружием, фактически со старта необходимо было определиться, какие пухи будут для нас в приоритете. Все, выбрав будущего спасителя мира, жмем старт и вперед на фронт. Где поначалу нас ждет небольшой забег с препятствиями, для обучения управлению со времен первой части, из врагов, которые появятся лишь к самому концу первого уровня. Да и то в небольшом количестве, конечно в данной серии, где сотня монстрюк это так, в носу поковыряться. Итак, управление со времен предшественника изменилось мало, да это и не нужно, но все и так удобно. Графони, естественно, подтянули, хотя почему-то до сих пор не ввели разрешение для широкоформатных мониторов. Но местные умельцы это исправили, хотя я в данном видео оставил все как есть. Ну и конечно же сразу видно, что данный продукт уже нельзя расценивать как мини-игру, ведь он стал более продуманным, с большим количеством возможностей и времени на его прохождение уйдет в 2-2,5 раза больше, чем на первую часть. И замечу, оторваться от него очень и очень сложно, особенно на первых порах. В перезагрузке 17 уровней, 15 было в оригинале, что следует строго друг за другом, и представляют из себя коридор на открытой локации с кучей разветвлений. Нашей целью в которых служит добраться из одной точки в другую, после чего обычно открывается путь дальше, к третьей точке, ну и так далее. Структура же самих локаций не изменилась, это все такие же в основном темные места, что населяют орды тварей, теперь их количество исчисляется тысячами на один уровень. Ну а по углам валяются всякие полезные предметы, но конечно же лучшая экипировка будет ждать нас в тайниках. Сама же основа прохождения такая, заходим на местность, с боем прорываемся к точкам, по пути собирая все, что плохо лежит, выполняем цель и или топаем к выходу, или кликаем на пробел для завершения миссии. Это стандарт для данной серии, но тут важны детали, ведь именно они подогревают интерес. Во-первых вооружения, которых тут 5 классов, первые пистолеты, вторые дробовики, третьи автоматы, пулеметы, четвертые гранатометы, базуки, пусковые установки, пятые лазеры, плазма, огнеметы. Как уже понятно, каждый класс вооружений имеет по несколько типов пушек, что различаются скорострельностью и убойностью, где самые опасные типы мы найдем или приобретем ближе к концу игры. Ну и как в первой части, ближе к середине прохождения пистолеты отойдут в тень, а самыми популярными видами здесь станут верные пулеметы и дробовики для разгона толпы. Во-вторых прокачка. Если в предшественнике персонаж улучшался покупкой имплантантов, то теперь в игрушку введена полноценная ролевая система, где убивая врагов и выполняя квесты мы получаем очки опыта и с планкой нам повышают уровень, выдавая при этом 5 баллов на прокачку характеристик. Здесь же отмечу, что у героя появился инвентарь, куда он складывает все найденные и в данный момент неиспользуемые вещички, включая оружие и броники. Разновидностей которых стало больше, да и теперь они не одноразовые, то есть появилась возможность их ремонта, ведь тяжелая броня тут стоит дорого. Никуда не делись и дроиды, что окажут некоторую помощь в бою. Однако со временем они также станут бесполезными, ведь враг с каждым уровнем все крутеет и крутеет. В-третьих, брифинговая комната. Если раньше новые задания мы получали в виде текста между миссиями, где одновременно и закупались, то теперь все повеселее. В первой половине игры перед большинством заданий мы попадаем в специальную комнату, назовем ее базой, где располагаются все важные для сюжета неописи, с которыми можно обменяться парой слов. Ну, как обменяться? Говорят они, мы лишь слушаем. Получить от них главное задание и по возможности второстепенное. Типа будешь искать главный генератор, по пути прихвати трансформатор и получишь от нас какой-нибудь имплантант. А некоторые второстепенки имеют даже линейку квестов, где по итогу нам выдадут что-то помощнее. Также на базе расположен магазин, что после каждой миссии пополняется новыми вещами, отчего ползать по всем углам придется, дабы не пропустить пару пачек вечно зеленых. Что позволит купить новый обвес, хотя на все денег все равно не хватит, поэтому придется выбирать. Но если ваш спецнавык заключается в нахождении большего количества долларов, то с этим будет полегче. Вот только несколько подкачала вторая половина игры, где базы нет, а магазин находится прямо на миссии, и о контакте с небесами можно забыть. Ну и в-четвертых, управление техникой. Временами игрушка будет подкидывать нам возможность поколесить на машине и пострелять из пулемета, что опять же разнообразит процесс убийства монстрюк. Достойное продолжение достойной серии, ставшая в своем кругу легендой. Игрушка прекрасно помогает расслабиться после учебы или работы, несмотря на то, что и требует от нас некой доли концентрации. Рекомендую к ознакомлению всем геймерам, любящим подвижные ролевые шутеры. Ну а мы, несмотря на то, что линейка с пришельцами не закончена, немного свернем в сторону, ведь в 2007 году свет увидел зомби-шутер. Под порядковым номером один, который мы и разберем в следующий раз. А на этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал.